Всем большой привет! Сегодня мы приготовим с вами зефир. Это очень простой рецепт, но нужно быть внимательным к деталям и тогда у вас обязательно получится. Я буду делать яблочное с мятой и соответственно нам нужно приготовить яблочное пюре. Для начала очищаем яблоко от кожуры и от всех внутренних перегородок, режем на маленькие кусочки и отправляем в кастрюльку. Добавляем совсем чуть-чуть воды, чтобы яблоко не пригорело и ставим на плиту на тихий огонь. Вы можете использовать абсолютно любую ягоду или фрукт, система та же, но если ваши ягоды замороженные, то воду добавлять уже не нужно. Просто бросаете их в кастрюльку и накрываете крышкой. Итак, когда яблоко практически превращается в пюре в кастрюле, то его можно уже снимать и пропускать через сито. Если вы будете делать из мелких ягод, такие как черная смородина или черника, я рекомендую вам сначала пробить их блендером. Так вам проще будет пропускать их через сито. Моё пюре готово, и я перекладываю необходимое мне количество обратно в кастрюльку и засыпаю сахаром. Так как зефир у меня с мятой, я заранее порезала мелкую мяту и засыпала ее сахаром. Поместила в баночку, и она там стояла у меня несколько часов, чтобы мята дала свой аромат. Ставим на плиту и доводим до кипения. Нам нужно всего лишь, чтобы сахар полностью растворился в пюре. Как только это происходит, убираем кастрюльку в холодное место. Если зима, можно на балкон или ставим в холодильник. Пюре должно не просто остыть, оно именно охладиться должно. Следующие два процесса нужно делать одновременно. Соответственно, пюре должно быть уже полностью охлажденным. Засыпаете в ковшик агар-агар и воду, перемешиваете и добавляете сахарный песок. Ставите на плиту на средний огонь. Тем временем перекладываете пюре в дежу для миксера и кидаете туда один белок. Включаете миксер на полную скорость и взбиваете до пышной пены и стоячих пиков. Пожалуй, самый ответственный момент это правильное приготовление сиропа. Во всех книжках, видео все нас учат готовить по термометру этот рецепт. Но тот градус, который везде указывается, я считаю его неправильным, потому что с ним не получается такой вкусный, пышный зефир, как он получается у меня без термометра. До того момента, пока сироп не закипел, я медленно его перемешиваю. Когда он закипает, образовывается очень пышная пена, которая резко поднимается наверх. Имейте в виду, это при выборе размера вашего ковшика. И с этого момента я начинаю очень активно мешать, так, чтобы к дну ничего не прилипло. От момента закипания и до момента снятия с плиты сиропа у меня проходит ровно 5 минут. Готовность я проверяю так. Я достаю свою деревянную ложку и трясу ею. И когда сироп весь стекает, и он уже такой вот как сопелька болтается, такой густой, тогда он готов. Дальше уменьшаю скорость миксера на средний и вливаю сироп. Ни в коем случае не пытайтесь остатки сиропа с ковшика, которые не вылились самостоятельно, скрести ложками, не стоит этого делать, иначе все эти куски у вас так и останутся в зефире. Увеличивайте скорость миксера до максимума, и он должен так взбивать еще минут 4 примерно. Когда масса чуть-чуть остынет и станет такой достаточно плотной, все, зефирчик готов. Перекладывайте его в кондитерский мешок и высаживайте на пергамент или фольгу. Субтитры сделал DimaTorzok Часов 6 он точно будет сохнуть, ну и я обычно оставляю его на ночь. Ну а дальше берете две половинки, склеиваете между собой, обваливаете в сахарной пудре, стряхиваете лишнюю пудру, и зефир готов. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok